Всем привет! Меня зовут Ольга Ермилова, и сегодня мы с вами будем поднимать крайне важную тему, потому что мы будем говорить о себе, мы будем говорить о том, что с нами происходит, о нашей неудовлетворенности, и тема сегодня звучит весьма интересно, звучит она следующим образом. Мне стало скучно. Скучно с собой, скучно с мужем, скучно с друзьями. Вообще, мы сегодня поговорим о том, что это за такое ощущение, когда вдруг ты словно теряешь вкус жизни, когда вроде у тебя все идет, иногда даже неплохо идет, но как-то, знаете, вот не драйвит, и как-то не понимаешь, начинаешь задаваться вопросом, зачем все это, и неужели так всегда будет. Я уверена, что очень многие из вас знают, что это за состояние, иногда в нем бывали, а многие живут в нем достаточно часто. И сегодня я хочу поговорить о причинах этого состояния, о том, каким образом от этого избавиться, и вообще, стоит ли или не стоит быть, позволять себе в этом состоянии. Главным образом, все, о чем мы говорим, помогает нам разбираться с самими собой и изменять свою жизнь. Изменять свою жизнь, превращая ее из банальной, нудной, скучной, нормальной, в уровень того, что у меня охуитительная жизнь, и я обожаю каждый свой день. Я обожаю все, что со мной происходит, я обожаю происходить, прорастать в своей жизни, создавать ее и быть хозяином жизни, быть тем самым человеком, на которого смотрят и говорят, я хочу так, быть тем человеком, который заряжает не только окружающих вокруг людей, но и себя самого, любить свою жизнь, жить ярко, насыщенно, используя максимум возможностей. Я только про это. Поэтому сегодня мы разберем этот вопрос. Вопрос взялся не просто так. Периодически я делаю эти чудесные окошки в Инстаграм, где вы можете писать свои вопросы. И вот был написан такой вопрос, что вот мне стало скучно, что делать. И когда я начала на него отвечать, я поняла, что здесь нужно времени побольше, потому что для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно копнуть немножечко глубже. Поэтому давайте сегодня покопаемся. Если у вас будут интересные вопросы, вы можете их писать, задавать. И мы будем их разбирать. Итак, давайте вообще начнем с вот этого момента. Мне стало скучно, и первая часть была с мужем. Мне стало скучно с мужем. Когда мы попадаем в какую-то ситуацию, и мы думаем, блин, ну как-то нудно. Вот мне стало, ну давайте, отношения. Отношения же это очень важно. Мы все с вами обожаем влюбляться, мы все мечтаем о какой-то большой любви, о каких-то больших чувствах. Мы связываем свою жизнь, что мне обязательно нужен партнер, будь это мужчина или женщина. И вот мы вместе. Вроде бы вот то, чего мы хотели. Может, у нас родились дети. Мы что-то там живем вместе. И все. И как-то становится скучно. И что мы делаем первым делом? Делаем первым делом. А первым делом мы начинаем что делать? Обвинять своего партнера. Ты стал таким, с которым мне стало скучно. Скучно. Давайте синонимы подберем к этому слову. Неинтересно. Мне с тобой неинтересно. Мне с тобой нудно. Мне с тобой как-то не так. Вот как вы думаете? Я бы очень хотела, чтобы у нас появился некий интерактив с вами, и вы со мной общались. Как вы думаете? Когда нам становится с кем-то скучно? Причина в ком? В нас или в человеке, который находится рядом с нами? Из-за чего нам становится скучно? Первый вопрос. В бокале припсикола. Для всяких психованных, которые говорят, что я бухаю. Увы, я не бухаю. Или, к счастью, не мой фетиш. Я по еде. Так. Давайте. Очень. Ой, вы же тут пишете. Господи, а я зависаю. В нас, конечно. В нас. У меня не вертелся чат, я ничего не видела. Конечно, в нас. Отлично. Прекрасно, что мы это понимаем. Причина всегда в нас. Вот, смотрите. Мне стало скучно. Причина во мне. Почему? Нету ни в коем случае вот эту историю, потому что я плохой. Нет. Нет. Причина в вас. Вот не в нас. В вас конкретно. Вам же стало скучно. Очень часто бывает такая движуха, что вашему партнеру с вами не скучно. Ему с вами интересно, он вас любит, он вас хочет, у него все с вами хорошо, а у вас с ним нет. Разделяйте, пожалуйста. Нас в лучшем случае приучили разделять ответственность. Хер вам. Хочу я вам сказать. Если вы, запоминайте, пожалуйста, если вы хотите научиться управлять своей жизнью, быть ее хозяином, забывайте, пожалуйста, о вот этом коллективизме. Вычеркните его к чертовой матери. Нету никаких нас, мы оба виноваты. Это знаете, вы херовенький, сегодня буду ругаться, вы херовенький работодатель, когда вы приходите и говорите своим сотрудникам, нескольким, двум, трем, сделайте это. Вот если вы сказали куче людей, сделайте это, то поверьте, в тот момент, когда вы начнете спрашивать, что они сделали, каждый будет говорить, а я думал он, а я думал он. Перевешивание ответственности, это все отвратительно. Хотите быть хозяином жизни, встаньте у руля жизни. Так вот, если вам стало скучно, вы не знаете, как вашему партнеру, вам конкретно стало скучно, вы должны разобраться, о чем вам, собственно, стало скучно. Причины могут быть разные, давайте рассмотрим. Причина номер один, вы стали меняться, вы стали меняться, вы стали развиваться, вы стали становиться лучше и интереснее, а ваш партнер нет, вам с ним скучно. Логично? У вас больше нет общих тем, вы приходите, вы тут хотите с ним поговорить о эфирчике Ермиловой, а ваш муж такой сидит и в проблемах, у него проблемы, он тут решает проблемы человечества, что же делать, Чернобыль взорвался 100 тысяч лет назад, что делать, на Марс полетят люди или не полетят, там у Бориса проблемы какие-то в гараже с машиной, у него куча проблем. Первое. Второй момент. Ваш партнер стал развиваться, а вы нет. То есть в любом случае смещение интересов между вами и партнером, то есть вы в разные стороны расходитесь, ваш партнер развивается, ему что-то интересное, а вы такая куша домашняя, вы такие в памперсах сидите домашних. Приветик. Вот, вы такие в памперсах сидите домашних, у вас там какие-то свои, знаете, такие узкие проблемы. Запомните, если у вас крутой партнер, вам необходимо развиваться и становиться лучше, он долго с вами не протянет. То же самое наоборот. Ваш партнер должен понимать, точнее вы должны понимать, что вы поменяете своего партнера к чертовой матери, если вы намерены расти и развиваться. И сегодня выбирайте из этого партнера все, что вам нужно. Ласка нужна, берите его ласку, член его нужен, окей, насаживайтесь на его член. Выжимайтесь со своего партнера и понимайте, что все, что он вам может дать, он вам может дать. Если вы начнете сейчас своего партнера активно пытаться поменять и сделать из него кого-то другого, активно пытаться, не намекнуть, подсказать, спросить у него, дорогой, ты хочешь меняться? Нет, а активно пытаться его поменять. Вот ты должен. Вы испортите все, включая его член. Член его пойдет в кого-то другого. Поэтому должны понимать очень четко быть потребителем. В хорошем смысле этого слова, что вам нужно от этого человека и что-то он получает взамен вас. Крепкие, классные отношения можно строить с себе подобным. Вы должны это понимать. Пожалуйста, порыгать в другое место. У меня не рыгательное место. Мы говорим с вами откровенно. Если вы хотите, чтобы с вами говорил психотерапевт, гладил вас по голове, одновременно засовывал вам палец в какие-то места, ласкал, это не ко мне. Ко мне, пожалуйста, за решением вопросов. Если вы хотите просто поебать мозг, это не со мной. Вот со мной ебание мозгов не происходит. Если вы хотите реально найти ответы на свои вопросы и выйти из жопы, welcome, мама Оля вам всегда поможет. Итак, погнали дальше. Значит, важно понять причину. Почему нам не... мне с ним скучно. По какой причине? Есть третья причина. Есть третья причина. Мой партнер классный, в принципе. Я оцениваю его и понимаю, что, скорее всего, мне даже повезло. Он офигенный, мне нравится он. Он классный. Но что-то происходит со мной. Что-то происходит в моей голове, и я не понимаю, что, мать твою, с тобой происходит. Вот это, пожалуйста, разговор с самим собой. С самим собой. Не в обвинение партнера. Ты знаешь, мне как-то плохо. Ты что-то не то делаешь. Ты... нет. Если вы хотите адекватно оценивать и понимаете, что ваш партнер классный, и вы хотите сохранить с ним отношения, ради бога, ради бога, устранитесь. Вот спрячьтесь. Скажите ему, дорогой, ты классный, я тебя обожаю, я сейчас немножко со своими тараканами разберусь. И постарайтесь, пожалуйста, разобраться с ними самостоятельно. Потому что очень часто, я сейчас говорю с позиции женщины, потому что я женщина, но это работает в обе стороны. Очень часто, когда у нас у кого-то в паре выскакивают тараканы, мы решаем их травить на общей территории. И очень часто, подсыпая яд своим тараканам, мы травим и своего партнера, выделывая нечто такое, что наш партнер начинает немножечко косо и криво на нас смотреть, и в результате он может захотеть просто от нас уйти. Он захочет от нас отдалиться, потому что он поймет, что что-то с нами не так. Поэтому выясните, пожалуйста, в чем причина. Если вы понимаете, что это лично ваше, то здесь уже ваша задача, каким образом вы будете это решать. Пойдете к психотерапевту, пойдете ко мне на рерайтер жизни или будете самостоятельно копаться в этом пальцами. Не важно. Важно понять, что именно меня не устраивает. Первое, с чего мы начинаем, важно найти ответ. Вот если вы начинаете там типа докапываться, что первая история ключевая, кто-то в этом виноват, меня на работе сейчас не понимают, меня сейчас мама не поддерживает, это из-за детей. Это первая история про позицию жертвы. Посмотрите, пожалуйста, мой предыдущий эфир, где я рассказываю про жертв, чтобы мы в этом не копались. Это позиция жертвы. Если в вашей ситуации вы ставите виноватым не себя, а кого-то, систему, людей, детей, страну, траву, дом, все что угодно, бухло, это все позиция жертвы. Вы хотите переложить в себя ответственность, это первое. И второе, вы хотите почувствовать, вы хотите, чтобы вас пожалели. И как только вы хотите, чтобы вас пожалели, вас признали, вы должны понимать, это жертвенная позиция. Из-за чего у меня эта позиция? Что важно понимать вообще в позиции жертвы? В позиции жертвы важно понимать, что это позиция, в которой вы всегда слабы, в которой вы всегда зависимы от кого-то. и вы себя сами ставите в эту позицию, вы все время зависимы, вы как будто бы сидите, вот знаете, для меня, например, это нетерпимая позиция, никогда не была, это история про то, что я сижу и жду, когда меня покормят, жду, чем меня покормят, то есть я ни черта мать твою не решаю, я как кот, как собака, и то мой кот, например, если ему Сережа насыпал не тот корм, он его вырыгает, вот как только что тут кто-то блевал, он его вырыгает, он скажет, типа, нечего, причем он может вырыгать это ему там возле кровати, где-нибудь, знаете, он хозяин, мой кот, он хозяин моего мужа, он ему показывает, типа, чел, будешь мне давать не тот корм, я тебя обрыгаю всю квартиру, но люди обычно этого не делают, люди страдают, людям платят зарплату годами, например, маленькую, человек херово работает, не развивается, и вот он ходит и страдает, что может сделать человек, если ему мало платят годами, он может прокачаться и начать взять, освоить какую-то новую профессию, он может открыть свой бизнес, он может пойти на другую работу, он может над собой работать, повышая свою ценность, вы можете мать вашу, все что угодно, что делает жертва, ноет, не приняли, не любят, работы нет, это невозможно, это у меня не получится без опыта, всегда есть отмазка, почему нет, всегда, еще раз, хотите охуитительную жизнь, забудьте, закопайте свою жертву к ебеневой матери, выройте большую яму и положите ее туда, сверху, пописайте, покакайте, поплюйте, поблюйте, закройте этот гроб и раз и навсегда с ним проститесь, вы должны это осознать, до тех пор, пока вы в себе, вот это вот все время у вас кто-то виноват, ни черта у вас не получится, слышали меня все, куда бы вы, бля, не ходили, что бы вы не рассказывали, как бы вы, ничего не будет, жертва, это всегда жертва, жертве нужно сострадание, жертве нужно, чтобы ее кто-то бил, жертва всегда находит, чтобы кто-то ее унизил, для жертвы это крайне важно, вы все время находите причины и обстоятельства и сами, людей, вот когда вы приходите, меня никто не любит, и никому я не нужна, вот это у вас все там, потом один заходит и говорит, слушай, ты достала, дура, ты достала, и ты, ой, еще больше меня никто не любит, вам нужен этот дебилизм, нужен, вы должны это понять, вы зависимы от этого дебилизма, и парадоксальность заключается в том, что позиция жертвы это всего лишь какая-то как одежда, вы ее на себя надеваете, и вы ее можете снять, вам не нужно с ней жить всю жизнь, это не приросло, это не генная, это не ДНК так сделано, нет, вы просто себе это выбрали, когда-то, в детстве, неосознанно, какая разница, вы это можете как кофточку снять и надеть другую, понимаете, все, это ваш выбор, вы ходите всю жизнь в вонючей кофте и говорите, фу, потом воняет, этот фасон мне не идет, цвет этот я не люблю, снимите ее к чертовой матери, снимите, что вы ноете, ноете и еще раз ноете, понятная история, понятно, значит, соответственно, когда, опять-таки, возвращаемся к теме, когда я говорю о том, что мне скучно, на самом деле это проблема, это моя проблема, и мне первым делом, возвращаемся к началу эфира, требуется выявить, в чем причина, причина в том, что мы с моим партнером разошлись в разные стороны, тогда надо выяснить, можно починить или нельзя, или причина конкретно во мне, то, что у меня сейчас начался климакс, месячные, не знаю, сперматозоидный период у мужика начинается, токсикоз яичек или что-то другое, что происходит, что на самом деле меня беспокоит, здесь причин может быть огромное количество, поэтому я, в общем-то, очень сильно рекомендую в этот момент куда-нибудь вписаться, лучше всего вписаться в ререйтер жизни, почему? Потому что вы можете даже себе не представлять, что на самом деле у вас щимит, если вы никогда с собой не копались, ничего в себе не ковыряли, то вы даже не можете понять, в чем, собственно, может состоять дискомфорт, почему же вам так плохо? Я вам расскажу, что сегодня очень интересное время, именно время с точки зрения всех наших земных вибраций и прочих интересных вещей. Меняется частота Земли, меняется внутреннее состояние человека, мы реагируем на космос, давайте будем об этом говорить, но что я хочу, чтобы вы понимали, что может происходить из таких частых явлений, которые я наблюдаю сейчас, когда человека начинает клинить, вот живешь, ты живешь обычной жизнью, у тебя нормальный мужик, может быть дети, может быть нет, у тебя какая-то твоя жизнь, то, что мы называем нормальной жизнью, ты где-то работаешь или где-то учишься, у тебя есть некая своя картина мира, что такое хорошо, что такое плохо, что ты можешь себе позволить, что не можешь, и вот в какой-то момент начинают происходить некие действия, иногда это связано с тем, что ты попал на эфир, вдруг, якобы случайно прочитал книжку, что-то просто в твою голову зашло, когда ты вдруг смотришь на свою жизнь, и она тебе перестает нравиться, у тебя начинают появляться те вопросы, которых раньше не появлялось, например, ты думаешь, а что я буду всю жизнь на этой работе работать, я что-то удовольствия не получаю, начинаешь анализировать, а где я работал, а получал ли я когда-то удовольствие, и понимаешь, что ты всю жизнь работал только для, ну там не важно сколько тебе лет, что ты работал или учился только для того, чтобы заработать денег, но что такое, например, какое-то твое удовольствие, предназначение, развитие, поток, ты понятия не имеешь, что это такое, то же самое в отношениях, например, ты понимаешь, что у тебя были отношения, вроде как какие-то, но сказать, что ты искренне влюблен, что ты хочешь дышать этим человеком, что ты хочешь пройти с ним по жизни, нет, это не те отношения, и вот таких моментов может быть очень много, ты смотришь на свой дом и думаешь, ну я же в конуре, по сути, живу, такое количество красивых домов, такое количество всего строится, а я ни черта себе позволить не могу, смотришь дальше, инстаграм, люди ездят путешествовать, куда-то летают, а ты понимаешь, что ты в Египет, ты не можешь выбраться к чертовой-то матери, вообще никуда не можешь выбраться с теми деньгами, которые у тебя есть, ты еще и должен всем вокруг, и вот эти вещи начинают просовываться в твою голову, когда мы сейчас начинаем видеть большое количество многообразной жизни, красивой жизни, интересной, ты понимаешь, что как-то твою жизнь надо менять, но рядом с тобой уже, например, есть часто партнер, которому в этой жизни комфортно, удобно, он четко знает, когда он идет на работу, когда он с нее приходит, у вас есть общий дом, быт, сын, коляска, велосипед, у вас все слажено, и у вас начинается такое, чего с этим делать? Опять-таки, у нас есть внутри нас, у каждого существуют защитные механизмы, защитные, и когда, например, вот знаете, мой защитный механизм срабатывает, когда у меня есть большое количество дел, часто у людей что возникает, ну, у меня в этом плане так не работает, у меня немножко по-другому, но некоторые люди начинают что делать? Болеть, болеть. Организму становится настолько страшно, что он говорит, я заболел. Как только вам нужно приступить к чему-то серьезному, вот я знаю, так люди на работу выходили, приходит человек на собеседование, ему нравится работа, все, он, когда вы готовы выходить? В понедельник, отлично, наступая в понедельник, я заболел. Человек говорит, не могу, я заболел, и в итоге он месяц болеет, и он действительно там что-то кашляет, чихает. Что происходит? Защитная реакция, страшно. Мы часто впадаем в разные состояния, когда нам страшно. Страшно меняться, страшно от своих мыслей, например, вы понимаете, что партнер, с которым вы живете, вы не хотите с ним жить, но вы с ним прожили вместе 10 лет, или 20, или 30, у вас с ним дети, он хороший, он даже самый лучший, а жить вы с ним не хотите, не хотите. И вы думаете, господи, да что же за мысли-то такие, вам стыдно, ужасно, а поделать ничего не можете. И у вас какой-то наступает момент внутренний, скучно, и вы начинаете на него злиться, вы ему все время говорите, с тобой скучно, ты нудный, с тобой неинтересно, вы обижаетесь на себя, вам стыдно перед ним, потому что он такой же, как и был, но у вас включается какой-то механизм. Так вот, еще раз, вопрос всегда в том, что причину нужно искать в себе, и причину лучше всего искать все-таки в какой-то групповой движухе. Почему? Это мой опыт. Почему? Во-первых, потому что в групповой движухе причины ищут много людей. И когда эти люди делятся, очень часто какой-то другой человек находит твою причину. Он рассказывает о себе, и в этот момент ты узнаешь себя. Это очень круто. Во-вторых, когда ты видишь, что большое количество, например, несколько сотен людей находятся рядом, и у них, у многих, такие же проблемы, как и у тебя, ты перестаешь себя чувствовать виноватым. Ты понимаешь, что оказывается, мы же живем как сейчас, у нас идеальный мир. Мы смотрим все в Инстаграме, все идеальные люди. Не все идеальные, все очень красивые, счастливые. Все летают на Мальдивы, в Дубай через неделю, покупают новые коллекции Шанель. У всех заебись, как все круто, все целуются, обнимаются, все зашибись. И только ты один придурок с проблемами. У тебя у одного, ни у кого больше нет, а у тебя у одного проблема, и тебе стыдно. Так вот, когда ты оказываешься в кругу вот этих всех людей, и понимаешь, что проблемы есть такого рода, а иногда точно такие же, не только у тебя, тебе становится легче. Становится легче не в контексте того, что ох, а в контексте того, что отступает чувство вины. Ведь мы же такие интересные, нам же стыдно, нам стыдно, мы себя все время блокируем. Нам все время стыдно ощущать то, что мы ощущаем, стыдно думать то, что мы думаем. Часто женщины мне пишут, девушки пишут мне в личку, Оля, что мне делать, мне нравится другой мужчина, я со своим мужем, я ему никогда не изменяла, мне нравится, а флиртовать с другим мужчиной – это нормально. Чувство вины колоссальное. Я, кстати, в этом плане, если бы я занималась психотерапией, может быть, когда-нибудь до этого доеду, я была бы самым лучшим психотерапевтом, я бы всем женщинам разрешала иметь любовников. Просто, знаете почему? Вот напишите, как вы думаете, почему. Так вот, проблема, опять-таки, проблема всегда заключается в себе. И когда вам становится скучно с собой, с миром, с партнером, это означает, что у вас появились уже какие-то тайные желания, очень часто даже тайные решения, которые вы сами, которым вы боитесь себе разрешить. И вы запираетесь. Скучно для нас это означает очень много. Скучно – это значит, что я не знаю, что мне делать. Да, у нас с детства так. Скучно – это означает, мне страшно делать то, что я знаю, что мне делать. Скучно – это означает некий тупик. Тупик. Как из этого тупика мне выбраться? Так, пошли ответы. Ощущение любви, снятие стресса, положительные эмоции. Это мы сейчас про любовников говорим. Давайте еще варианты ответов. Я вам потом расскажу, почему я считаю, что нужно разрешить любовников. Любовь, энергия, вдохновение. Мне все время только страшно, что Серега выйдет, меня когда-нибудь зарежет. У меня тут ножи висят. Познать, нужно мне это или нет. Любовь, энергия, вдохновение. Хорошо, пишите. Окей. Поэтому самым главным моментом, которым мы с вами не занимаемся в жизни, а мы занимаемся всем, мы растим детей, мы растим мир, мы делаем карьеры, мы моем полы, мы готовим, мы выходим на курсы кройки и шитья, занимаемся скорочтением, даже макроме шьем, стираем, рисуем, лепим. Но мы не хотим понимать, как мы устроены. Мы не хотим разбирать. Нам кажется, что это психотерапия. Меня вообще от слова психотерапия воротит, честно вам скажу. Для меня это что-то такое сильно страшное, и сразу я вдавливаюсь в диван. Нет. Давайте заберем эти все странные и ужасные слова. Мне не нравится психотерапия, еще что-то. Нет. Поковыряться быть в себе. Поковыряться, понять. Ну, я не знаю, вы видели, например, маленьких детей, которые, простите, садятся. Мужчинам нужны любовницы? Да, конечно. Для уверенности в себе, энергии, ресурса. Видели когда-нибудь маленьких детей, которые рассматривали свои писи? Видели такое? Мальчиков и девочек. Они хотят понять. А мамы некоторые, вот у нас такие были, и мы такие, наверное, не дай бог, некоторые бывают. По рукам, по рукам, куда ты лезешь? По рукам, по рукам, ничего. Ну, что, и потом, короче, у нас не то, что там с сексом проблемы у мальчиков и у девочек, вообще там совсем проблемы, вообще ничего не понятно. Вообще секс – это какая-то стремная тема. Я вам скажу больше, что мы все время смеемся с СССР, да, типа там не было секса. Ну, те, кто постарше чуть-чуть слышал, там, в СССР нет секса. Я вам скажу, что у нас сейчас секс есть, а грамотности в сексе нету. Вообще. Практически вообще. То есть мы же, типа, все знаем, уже, типа, все модные, продвинутые, но мы ни черта не знаем. Ну, правда, образование в этом, кто из вас получал образование, и не про высшее, а сексуальное образование? Нет, у нас сейчас типа тема, ну, какое сексуальное образование? Я же все знаю, я бы там порнуху пару раз посмотрела. Нет. Мальчики не знают, что делать с девочками. Не знаю, ты. Ну, девочки с мальчиками так, наверное, по-разному. Сексу нет. Поэтому история всегда заключается в том, что если вы хотите перестать скучать, если вы хотите на самом деле начать жить интересно, если вы хотите научиться быть не то чтобы счастливым человеком, просто счастливым, а быть рыбкой в воде в современном мире. Что это означает? Посмотрите, какое количество денег в нашем мире. Посмотрите, какие потрясающие дома, сколько страх, сколько возможностей для того, чтобы быть знаменитым, чтобы быть успешным, чтобы создавать открытия, чтобы делать что-то крутое. Невероятное количество возможностей, которые не видели наши бабушки и дедушки. Невероятное. Невероятное. Но мы за счет своих мозгов очень у большинства людей, мы же видим в известных каких-то таких вот известные люди, те, кого мы называем, это один какой-то милипидрический процент населения земного шара. Мы просто видим друг дружку, и нам кажется, что нас много. Нет, нас немного. Мы их даже все друг друга знаем практически, понимаете? Такие люди. Вот мало. В процентном соотношении очень мало. Так вот у вас есть фантастические возможности ездить на крутых тачках, у вас есть фантастические возможности открывать мир своим детям, вы можете улучшать этот мир до бесконечности, у вас может быть все. И кто-то, такие же люди, точно такие же, с таким же количеством набором ушей, рук, ног, а у некоторых даже поменьше, это делают. Но почему не вы? Почему вы решаете только проблемы того, что будет сегодня на ужин и где взять деньги, чтобы заплатить за коммунальные услуги и аренду квартиры? Никогда не думали об этом? Почему так? Это ваша судьба? Это что такое? Нет, это ваш выбор. Это ваш выбор, не познание и не понимание того, как это работает. Вы определили для себя это просто. Я родился не в той семье, не в той стране, у меня нет денег для того, чтобы открыть свой бизнес, у меня такая судьба, у меня такие родители, у меня такой город, у нас сейчас война, коронавирус и еще 150 тысяч причин. Но это не причины. Это ваш мозг нашел такое себе антистрессовое объяснение для того, чтобы вы не страдали. Для того, чтобы вы не страдали. Он говорит, да все нормально, да все окей у тебя, да нифига у вас не окей. Ну и не окей у вас. Но если вы сегодня ни черта не можете себе позволить, у вас не окей. Если вы не можете свадьбу себе сыграть сегодня, у вас не окей. Если вы не можете позволить себе купить сегодня квартиру, у вас не окей. И не знаете понятия, не имеете, как это сделать. Если вы ее снять не можете, то у вас вообще все не окей. Понимаете? Если вы разойтись со своим мужиком или бабой не можете, потому что вам негде жить, у вас тоже не окей. Если вы не можете выбирать свою жизнь, если вы не знаете, кем вы хотите быть, если вы не знаете, куда вы хотите идти, если вы не знаете, какую жизнь вообще вы планируете на ближайшее выучить, у вас не окей, у вас жопа. Вы находитесь в жопе, и причем вы в ней будете находиться всегда. Но я бы сейчас могла вас пожалеть, сказать, сделайте пять шагов, но ни хера. Проснуться надо и начать интересоваться, ёпси, а как одни люди это получают, а другие нет. Если убрать историю, всю, которую я оправдывала, про родители, деньги, но есть же разные люди, а в мозгах вот здесь вот разница. Разница в том, что мы занимаемся развитием, мы задаем себе вопросы правильные. Мы не сидим в депрессиях и в позиции жертвы, обсуждая, какое все вокруг дерьмовое, и что опять не тот президент пришел, и опять коммуналка подорожала, и опять, да насрать мне, сколько так коммуналка стоит. У меня тысячу баксов стоит коммуналка, вот в квартире, где я живу. Тысячу долларов стоят коммунальные, мать, ваши услуги. До хера. Согласна. Но тем не менее, я хочу жить в такой квартире, я не хочу в жопе жить, я уже в жопе жила, больше не хочу. Меня это развивает. Я задаю себе вопросы, ну так у меня коммуналка стоит штукаря, у кого-то стоит 10. Что думаете, нету таких? Вот сегодня, вчера мне Сергей рассказал про дом, который построили в Нью-Йорке возле Сентрал Парка. Сказал, что за землю заплатили 300 миллионов долларов. Да, Сереж, ты слышишь меня? Не слышит. 300 миллионов долларов заплатили только за землю этого дома. Он очень высокий, и каждая квартира занимает один этаж. И верхний пентхаус продали за 100 миллионов долларов. Квартира, мать вашу, 100 миллионов долларов. Вы что думаете, ее купили какие-то небожители? Нет, тоже люди, руки, ноги, все дела, сдохнут точно так же, как и мы. Доползут до 80-100 лет и умрут. Столько же всего. Разница вот здесь. Кто-то отключается от эфира и не хочет это слушать, кто-то говорит нет. Ты ответил, да? А, у тебя пауза с эфиром. Я правильно все сказала? Сережа слушает мой эфир, а он идет немножечко с торможением. Поэтому отвечает мне тоже с торможением. Вот. История заключается в том, что вся разница в том, что находится в вашей голове. И в том, как вы это понимаете. И если вы захотели бы в себе поковыряться и начать эту историю изучать, каким образом то, о чем я думаю, то, что я чувствую, связано с нашей Вселенной? Что вообще такое наша Вселенная? Как это вообще все происходит? Почему происходит хорошо, почему происходит плохо? Почему одни люди добиваются феноменального успеха, а другие нет? Ты с ножом пришел? А про какой вопрос? Уже все, поздно. А ты меня не слушаешь? Ну, там как бы оно по времени расходится. Ну, ты слушаешь меня? Слушаю. Слабо. Нож, главное, не бери. Я думала, ты уже за ножом вышел. История заключается в том, что если вы хотите научиться круто жить, то нужно немножечко познакомиться с тем, каким образом человек влияет на свою реальность. Представьте себе, что люди более ста лет назад решили озадачиться этим вопросом. Я не пью вино, если вы хотите мне предложить. Я пью папсиколу черри за ваше здоровье. Но тем не менее, даже папсиколу черри можно пить из красивого бокала. Не люблю пластик, знаете, и все дешевое. Аллергия с детства. Так вот, люди более ста лет назад решили озаботиться этим вопросом. На самом деле, еще в религии, в Библии и в огромном количестве разных древних писаний нам писали ответы на очень многие вопросы. И я просто не совсем из темы религии, но тем не менее, когда я изучала основы, законы нашего разума, основы, законы вселенной и прочих вещей, читала различные трактаты, я вам хочу сказать, что все ведь очень правильно написано. И все очень правильно рассказано. Но мы не желаем этого слушать. Мы предпочитаем прочитать 25 книг Дарьи Донцовой, посмотреть развлекательный сериал, нежели чем почитать что-то о том, как устроен наш мозг, о вибрациях Вселенной и о том, каким образом, достаточно просто, мы можем себя программировать и привлекать в свою жизнь все, что нам нужно. Но эта наука нам не нравится. Абсолютно. Вы знаете, Александр, уровень ваших вопросов наталкивает меня только на один вопрос. А что вы делаете на моем эфире? На моем эфире всегда присутствуют высокоинтеллектуальные люди, которым интересно развиваться, люди, которые хотят измениться, люди, которые не сидят во время эфира и не задают какие-то ёбнутые вопросы, просто для того, чтобы привлечь к себе внимание. Я просто очень не люблю жертв, у меня есть минус, и всегда жертвы раздавить хочу. Я работаю над собой в этом направлении, мне это не нравится, вот это желание такое-такое, агрессорское. У меня аллергическая реакция просто на таких людей. Вот вы уже просто мужчина, у вас же, наверное, есть яйца хотя бы какие-то, поэтому будьте добры, как-нибудь свои яйца возьмите в руки, пойдите охладите их и перестаньте задавать ёбнутые вопросы и мешать мне проводить эфир. Имейте хоть какую-то долю уважения хотя бы к своим яйцам, если не ко мне. Так вот, друзья, возвращаясь всё-таки к темам эфира, я хочу сказать вам одну простую вещь, что любые наши негативные ощущения в контексте скучно, в контексте того, что меня что-то волнует и беспокоит, это нельзя оставлять на самотёк. Нельзя ни в коем случае вдаваться в этот момент в позицию, опять-таки, жертв, жалеть себя. Позиция жертвы никогда не приведёт вас ни к чему хорошему. Жертва, как правило, остаётся жертвой ровно до тех пор, пока ситуация в жизни не сложится каким-то таким образом, что вы вынуждены будете её покинуть, когда ничего другого вам не останется. Но стоит ли вам это ждать? Быть хозяином жизни гораздо интереснее. А под хозяином жизни я подразумеваю одну простую вещь. Начать разбираться, что со мной происходит и почему это со мной происходит. Как правило, на мои эфиры не попадают люди и не смотрят их долго, тем более те люди, которых этот вопрос не интересует. Потому что мы находим друг друга по каким-то внутренним запросам. Я, например, не смотрю огромное количество различных блогеров, темы которых мне не интересны. То есть если для моего мозга эта пища не заходит, это не значит, что она плохая. Это значит, что она для моего мозга не заходит. Вообще я в жизни стараюсь не делить вот эту историю на плохо и хорошо. Единственное, что на своей территории, это как в гостях. Вот вы сейчас пришли ко мне в эфир, вы мои гости. Я вас люблю и уважаю. Но как бы я вас не любила и не уважала, если вы меня начинаете срать на коврике, то, простите, вы будете удалены из моих гостей. Но если вы в моих гостях, значит, мы друг другу с вами интересны. Вам интересно прийти ко мне, мне интересно поделиться с вами. У меня есть такая внутренняя моя движуха и вообще то, что меня дровит по жизни, то, что меня ведет по жизни. Мне очень хочется, чтобы как можно большее количество людей осознало, что жизнь прекрасна и что мы с вами в жизни можем добиться абсолютно всего, абсолютно любых вершин. И для этого нам необходимо начать разбираться с тем, как это устроено и перепрограммировать свой мозг. У большинства из нас в голове вах живет невероятное количество ограничивающих программы убеждений, которые просто не дают нам достигнуть никакого успеха. И наши мысли в каждый период времени определяют нашу реальность. Очень часто мы говорим, да я все это понимаю, все знаю. Я всегда говорю, посмотри на свою реальность. Посмотри на то, сколько ты зарабатываешь. Посмотри на то, где ты живешь. Посмотри на то, как ты себя ощущаешь. Здоровый ли ты? Посмотри на то, что ты можешь сегодня себе позволить. И исходя из этого, понимай, в каком направлении ты двигаешься. Я, например, не считаю и вообще не знаю, существуют ли потолки жизненные. Потому что я, скажем так, живу выше среднего, очень неплохо, для некоторых людей я супер богачка, но тем не менее я имею огромные перспективные горизонты, куда я хочу двигаться. Я считаю, в жизни это очень важно. Я лично рассматриваю жизнь, как некий определенный маршрут. Я прекрасно понимаю, что квартиры, машины и прочие достояния общественности, на которые мы активно зарабатываем деньги, это все останется здесь, когда мы с вами свалим. У меня в этом году произошло несколько человек, достаточно для меня не чужих, ушли из жизни. Неожиданно одна из моих одногруппниц, которой 36-7, 37 лет. В общем, и несколько человек, которых совершенно я не ожидала, что они уйдут. И я к этому отношусь достаточно смиренно, потому что я понимаю, что это рано или поздно произойдет. Но именно вот эти материальные вещи, они являются для нас некими в жизни, мы же в материальном мире живем. Если бы мы с вами жили без тела, то я бы вам сказала, что это все не имеет значения. Но поскольку у нас есть тело и есть материальный мир, то материальный мир позволяет нам развиваться, двигаться. Вот эти вот штуки, ну, например, как мне сделать, чтобы заработать больше денег? Я не рассматриваю никогда деньги как деньги, я рассматриваю деньги через развитие себя. Я понимаю, что чем большему количеству людей я смогу помочь в том, чем я занимаюсь, тем больше денег у меня будет, тем больше я смогу себе позволить, и тем больше я буду развиваться. И это ключевое. Потому что в конечном счете, когда я уйду, со мной останется только, наверное, какой-то мой внутренний багаж. Я его куда-то там дальше понесу в качестве энергии. Квартиру, машину не унесу. Но тем не менее, я живу в материальном мире, и мне нравится это. Мне нравится жить классно, мне нравится путешествовать, мне нравится позволять своим детям развиваться. А развитие детей все не стоит до хрена и больше. Мне нравится иметь возможность помочь кому-то. Мне нравится быть богатым и успешным человеком. Это круто очень, это здорово, это замечательно. Поэтому я хочу, чтобы вы подумали об этом. Чтобы вы подумали о том, что вам становится скучно, когда вы перестаете развиваться, когда вы не задаете себе вопросов. И первое, чему я вам рекомендую научиться, это разобраться с тем, как устроен ваш мозг, и каким образом вы можете, это такая, знаете, технология жизненного успеха, каким образом вы сегодня можете начать двигаться, для того, чтобы ваше внутреннее развитие совпало с вашим финансовым развитием и вообще вашим кайфом. Я была в жизни в разных состояниях всего, и в материальном в том числе. Я была обычным человеком, бедным человеком, нормальным человеком, богатым относительно человека, опять бедным человеком, короче, разным. Я вам могу сказать из опыта, что деньги драйвят. Наличие денег дает возможность почувствовать себя спокойнее и увереннее. Наличие денег дает возможность осуществлять мечты и испытывать крутые эмоции радости. Наличие денег дает возможность дарить радость другим людям, что тоже дарит радость тебе. Короче, я для себя сделала вывод такой, что быть с деньгами мне нравится гораздо больше, чем быть без денег. Сто процентов. И история про деньги рождается всегда в голове. Огромное количество людей не могут зарабатывать большие деньги и вообще постоянно находятся в состоянии стыков финансовых именно по причине того, что внутри есть огромное количество ограничивающих моментов, о которых мы не подразумеваем. И с этим необходимо работать, потому что если у вас присутствуют все эти, я знаю, как всем надоели уже эти слова убеждения, что это такое, но когда в голове есть вот этот внутренний страх и когда у вас есть по отношению к деньгам много негатива, а мы выросли в такие времена, когда с деньгами было связано много негатива, и стыда, и проблем, и позора, и так далее, на подсознательный уровень это упало, то есть подсознательный уровень, и мы даже не понимаем, почему это, просто это происходит. Это, знаете, как говорят в фигуре, крупная кость, вот эта крупная кость в деньгах, то есть когда ты уверен в том, что у тебя не может быть, и неважно, ты понимаешь, что что бы ни происходило, у тебя быть не может, ты не можешь ничего поделать с этим, ты не можешь развиваться, это твой очень множественный ограничитель. Так вот я занимаюсь тем, что помогаю с этими ограничителями разобраться и убрать их к ебеневой матери, потому что я считаю, что их место именно там. Но я не могу их убрать сама, я могу вам рассказать, где они находятся, и вообще я вам хочу сказать, что все это работает только так. Никогда не верьте, когда кто-то говорит, что сейчас придешь и сниму с тебя порчу. Нету никакой к чертовой матери порчи. Есть вы. И когда вы знаете, что такое А, что такое Б, что такое В, читаете по слогам, вы умеете читать книги, понимаете? Мы не умеем достигать успеха, потому что нас никому этому не учили. Вот интегралом нас гребаным учили, а как достигать успеха, что такое наша энергия, вибрации, квантовая физика, нас не учили. Интегралы, блядь, это важно в жизни, очень сильно, сильно, синус, косинус, еще чего-нибудь там. Это важно. А то, как устроены мы, то, как устроены наши энергетические вибрации, то, что наши мысли создают наш материальный мир, это не, это фантастика. Интернет, это не фантастика. Полететь в космос, это важно. Это важно очень. Все важно. А мы, наши мысли, наши ощущения, наше взаимодействие, это не важно. Это не важно. Понимаете? Когда я начинаю людям рассказывать, я сегодня очень мало об этом специально говорю, когда я начинаю людям рассказывать про энергетические вибрации, про то, как работает наш мозг, про ретикулярно активирующую систему, люди говорят, о, нет, это вообще не для меня, это сложно. Конечно, это сложнее, чем смотреть сериал, но это гораздо легче, чем быть бедным. Это гораздо легче, чем постоянно жаловаться на жизнь и быть в позиции жертвы. Это гораздо легче, чем объяснять своим детям, почему вы ни черта не можете им купить и почему море, они смотрят на картинки или по телевизору. Не, никак, не действуют. Я, тут кто-то наоборот, живешь спокойно, я уже не знаю, на что, где вы комментируете, реагируете, но я могу вам сказать так, что заставить человека, иногда ко мне люди приходят и говорят, вы можете меня заставить и убедить, я говорю, идите в жопу, ваше место там. Заставляет вас и убеждает о том, что жизнь прекрасна, и вы что-то пропускаете, я не буду. Я работаю исключительно с людьми, которые понимают, что они к этому готовы. Я считаю, что самое дурацкое и неблагодарное дело, это кого-то заставлять. Кто-то мне говорит, вы вот иногда становитесь очень агрессивным, я очень милый человек, но я не терплю жертв, я не терплю людей, у которых всегда есть объяснение и причина, почему они не могут купить своим детям новое платье. Я не люблю таких людей, я не понимаю и не признаю таких людей. Я признаю, что они существуют, но в своем окружении я таких людей не допускаю, потому что я очень лелею в своем окружении, потому что мое окружение определяет, кем являюсь я. Мое окружение — это люди, которые приносят мне свои мысли, которые приносят мне свою энергию, и я ее, потребляя, выдаю наружу другую. Если я буду общаться с жертвами, я вам буду ныть все время, буду вам рассказывать, какая у меня сейчас несчастная и тяжелая жизнь, как мне тяжело, как мне... Вы хотите иметь в себе такого друга? Многие люди, жертвы, окружают себя именно такими людьми, потому что с такими очень комфортно, потому что с такими ты находишься в своем говняном царстве, королева-говнеца с короной, и чувствуешь, что прекрасно, ничего не надо делать, ты просто в этом говне купаешься, кувыркаешься, ну простите, это не мои ароматы, и не мои. Я их для себя не выбираю. И я хочу, чтобы вы осознали, то, что все, что есть у вас в жизни, это ваш собственный выбор. И очень часто, к большому сожалению, то, что есть в жизни у ваших детей, это тоже наш с вами выбор. И эта тема меня озадачила еще больше. 28 апреля я буду проводить мастер-класс. Это мой платный продукт, который стоит аж 5 долларов. И я хотела бы, чтобы вы туда попали. Этот мастер-класс называется «Создатель». Во-первых, это возможность посмотреть, насколько я хороша в платных продуктах, может, вам не понравится. А во-вторых, это возможность понять, как сегодня этот мастер-класс посвящен тому, каким образом запуститься в нашем современном мире. Я уже говорила о том, что в мире очень много всего поменялось, а модель того, каким образом человек доходит до своей профессии, до реализации себя, остался прежней. До 7 лет человек ходит в детский сад, с 7 до 19, 12 лет он торчит в школе, после этого он 5 лет отпахивает в институте, после этого он выходит без опыта работы, как он говорит, никому не нужный, и начинает скулить, что у него нет денег, что у него несчастная жизнь. А мы от своих детей требуем, чтобы они аккуратно учились, получали хорошие оценки и потом становились такими же, простите, дебилоидами. Очень часто. Я не про всех, не обобщаю, но в целом система выглядит именно так. Так вот, этот мастер-класс как раз про то, каким образом помочь своим детям и себе, если тебе уже 20, 30, 40 или 100, начать жить в этом мире и стать хозяином жизни. Что делать-то конкретно? Каким образом выйти из вот этой позиции жертвенности человека, с которым что-то случилось, и он не может ничего поделать, и начать работать с собой? Я вот приглашаю на этот мастер-класс, потому что мои платные продукты – это достаточно конкретные продукты, это крутая информация, это большой заряд энергии, и, в общем-то, это понимание того, интересно ли бы вам было пойти со мной дальше и заняться тем, чем занимаюсь я. Помогаю вам обрести понимание того, каким образом устроена ваша реальность, и как вы без помощи фокусников, волшебников, магов, фокировых, психотерапевтов можете реализовать в своей жизни все, что вы захотите, при условии того, что вы начнете заниматься собственным программированием. Ничего страшного в этом нет, вы и так им занимаетесь. Сейчас вы запрограммировали себя на то, что вы имеете, то, что имеете. Я же предлагаю вам получить гораздо больше. Ссылка на этот мастер-класс у меня есть в профиле, вы можете там перейти, вы попадете на мой сайт, и там будет написан этот мастер-класс, который называется «Создатель». Приходите, потому что я периодически редко провожу мастер-классы, но делаю их для того, чтобы вы могли понимать, насколько вам со мной в будущем может быть хорошо или нет. Потому что я считаю, что я очень классный тренер, на самом деле, не буду скромничать. Я даю очень ценную, классную информацию. Самое главное, я пробиваю ее в ваши головы. Иногда пушненькими мыслями, иногда клизмами, иногда задувая вам в задний проход. Но мое дело очень точное и конкретное. Я хочу, чтобы вы захотели изменить свои жизни. Я хочу, чтобы вы начали жить иначе. Я хочу, чтобы вы перестали потреблять тонны ненужной информации и говорить «я знаю», и писать тупые комментарии периодически на чьих-то эфирах. Я хочу, чтобы вы полюбили свою жизнь, себя, чтобы вы поняли, что вы охуительные ребята. Я хочу, чтобы вы перестали с ужасом думать о том, когда у вашей половинки день рождения, что вам опять нечего купить. Я хочу, чтобы вы перестали жаловаться на то, какая у вас коммунальная оплата, и переживать за то, кому строятся эти дома, кто в них будет жить, как вы поедете. Да какая разница? Весь мир должен быть для вас. И все, что вам нужно сделать, это решить. Денежный портал, марафон, будет проходить скоро. Мы будем это анонсировать, но он будет проходить только для выпускников рерайтера жизни. Эту информацию мы будем рассылать по внутренним нашим ресурсам. Вот. Также я напоминаю о том, что мой ключевой продукт, который называется «Марафон рерайтер жизни», вы тоже можете о нем почитать на сайте, поинтересоваться, посмотреть, что это за зверь такой. Стартует 1 мая, да, у нас сейчас апрель, 1 мая, новый поток. Ну, я даже не знаю, что о нем сказать, кроме того, что надо всем. Вот. Поэтому о нем буду, его буду анонсировать несколько позже. Марину Аристову, знаете? Нет, я не знаю, кто это. Меня очень часто спрашивают, знаю ли я кого-то. Вот. Я вам скажу больше, я очень мало кого знаю, мало кем интересуюсь из местных товарищей. Ну, такая природа у меня достаточно самобытная. С Украины куда переводить? Вы, когда перейдете там по ссылочке, там есть множество вариантов разных платежей, плюс есть бот, который поддерживает вас в Телеграм, вы можете писать туда все вопросы. Но там вроде бы все понятно, куда платить, как платить из России, из Украины, из Узбекистана и откуда угодно. Я очень горжусь нашей географией всего мира, поэтому приходите, ребята. Вам понравится. Я, в свою очередь, благодарю вас за то, что вы пришли на эфир и очень вас попрошу после того, когда я его сейчас опубликую, написать пару слов. Я вам за это крайне благодарна. Помните о том, что благодарность всегда возвращается. Поэтому, если вы напишите свое мнение, понравился, не понравился эфир, кому его рекомендуете смотреть или не рекомендуете, это будет очень круто. И для тех людей, которые будут думать, тратить им время на то, чтобы смотреть меня или нет, и для меня в том числе. Я вас благодарю. Я вам желаю всем процветания. Я вам желаю всем перестать скучать, вспомнить о том, что наша жизнь офигенно прекрасна. Просто думайте об этом. Вы все можете добиться ошеломительного успеха. Я верю в каждого из вас, и даже у того, у кого сегодня были яички, немножко маловатое. Нужно учиться быть классным. Нужно создавать себя, нужно придумать себя и сделать себя таким, чтобы вы могли гордиться даже сами собой. Обнимашки. До свидашки.